Девушки отдыхают 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 о которых мы говорили выше. Вопрос, а как вылечить свои корабли? Отвечаем, вылечить их можно, если высосать кровь из трупа или около базы. Во втором случае вам понадобится специальный транспортный кораблик. Он служит контейнером для перевозки крови. Укажите ему на пострадавший крейсер, а дальше он все сделает сам. Эксплуатация человеческих слабостей – самый беспроигрышный ход в бизнесе. Ведь почти все люди хотят править, властвовать или руководить. На помощь им приходят компьютерные игры. В виртуальной реальности количество директорских кресел и генеральских погон не ограничено. Жаль только, что распределение по сферам деятельности очень уж неравноберное. Возможность почувствовать себя в шкуре какого-нибудь злодея-предводителя попадает очень уж редко. На вскидку вспоминается прекрасный Эвил Джениус и старенькая серия Данжон Кипер. Но теперь у потенциальных негодяев есть новая игра – Оверлорд. В Оверлорд игроку предлагается примерить на себя роль пастуха, погоняющего стадо воинственно настроенной нечисти. Причем, в отличие от реальных коров-овец, мертвецы и демоны в этой игре будут отнюдь не безмозглой массой отвратительного вида. Напротив, по обещаниям разработчиков, подконтрольные нам исчадия ада окажутся очень даже инициативными ребятками. Под нашим началом может находиться до 50 голов, а этого вполне хватит на маленький Армагеддон. Костяк армии, конечно же, воины – злые, крепкие и туповатые. За их широкими плечами предстоит прятаться разномастным колдунам и убийцам. Ну и, конечно же, у нашей нечистой армии, как и у любой уважающей себя армии, есть свой собственный штаб – огромная и мрачная башня, в которой предводитель шайки бесов отдыхает от злодеяния прошедших и планирует злодеяния будущие. Здесь же тренируются верные чудища, а кузнецы мастерят всевозможную экипировку из награбленного добра. Сама башня будет увеличиваться в размерах согласно прогрессу в игре. Монстры постепенно начнут отстраивать новые этажи, превращая неказистое строение в мрачную цитадель. Издает игру компания Codemasters, а разработкой занималась голландская студия Triumph. Системные требования таковы – процессор Intel Core 2 Duo, 1 гигабайт оперативный и 256 мегабайт видеопамяти. На жестком диске Overlord займет 3 гигабайта. Геймплей основан на беспощадном поглощении добра злом. Вокруг нас обитают местные жители. Простой такой народец, мирные и добрые людишки. Идеальные кандидаты на то, чтобы оказаться под нашей пятой. Смесь экшена со стратегией встретишь нечасто. Пятерка за геймплей. Графика достаточно стандартна для сегодняшних времен. Отметить стоит разве что интерактивность. Впрочем, практика показывает, что в симуляторах злодея на первый план выходит даже не новомодные технологии, а стильность. Ведь изобразить темную сторону ужасны, но в то же самое время красивые и чуточку романтичные – очень сложная задача. Но программисты из Triumph Studios справились с ней на твердую пятерку. Звучит Overlord безукоризненно. Черти смешно корчатся и кривляются. Музыкальные треки сменяют друг друга в зависимости от происходящего на экране. А грозные голоса главных злодеев вселяют страх во всё живое. Пятерка за звук. Overlord, конечно, не шедевр, но игра подкупает своей неповторимой атмосферой и оригинальной концепцией гейплея. Твердые пять баллов получает Overlord. Overlord – проект, который сам пробивает себе дорогу. Несмотря на немалый бюджет и довольно оригинальную концепцию, разработчики совсем не позаботились об элементарном пиаре игры. Но, судя по всему, Overlord реклама ни к чему. Поклонники таких скандальных игрушек, как GTA, Manhunt или Postal ждут не дождутся, когда им, наконец, удастся разорить первую деревеньку и поджарить на медленном огне всех её жителей. Итак, мои маленькие злодеи, пришло время ваших вопросов и наших ответов. Вопрос. А нельзя ли в игре поменять скорость? Очень всё медленно происходит. Отвечаем. Нет, скорость игры тут ни при чём. Старайтесь большую часть поручений выполнять при помощи слуг. Они значительно шустрее главного героя и довольно сообразительны. Следующий вопрос. А что за процентная полоска появляется при вызове критчеров? Ответ. Это сила миньонов. Она увеличивается, когда они находят новое оружие и экипировку для себя. Вопрос. А зачем в игре нужны души? Ну никак не понимаю. Отвечаем. Души — это тот ресурс, из которого рождаются миньоны. Не по количеству, а как материал для самого рождения. Вопрос. А для чего нужны колдуны и убийцы? Отвечаем. Колдуны могут наводить порчу, пугать, банально выжигать всё вокруг и лечить дружественные войска. Убийцы — это нечто вроде адского спецназа. Используйте их лучше в хорошо обдуманных, хитрых и молниеносных операциях. Смотрите во второй части программы. Spider-Man 3. The Game от компании Treyarch и Activision — это самый крупномасштабный игровой проект на данный момент из всех игр о Человеке-пауке. Действие Спарты происходит в 480 году до нашей эры. Мы станем свидетелями долгих воспоминаний Леонида о бурной молодости. А затем попытаемся отбить атаку персов. Смотрите во второй части программы. Spider-Man 3. The Game от компании Treyarch и Activision — это самый крупномасштабный игровой проект на данный момент из всех игр о Человеке-пауке. Действие Спарты происходит в 480 году до нашей эры. Мы станем свидетелями долгих воспоминаний Леонида о бурной молодости. А затем попытаемся отбить атаку персов. Spider-Man 3. Одна из самых главных особенностей этой игры — полная свобода действия игрока. Теперь вы сами сможете выбирать свои цели, задания и всё прохождение игры. Скажу вам сразу без всяких намёков. Эту игру стоит посмотреть. Воистину интерактивное кино. Spider-Man 3. The Game от компании Treyarch и Activision — это самый крупномасштабный игровой проект на данный момент. Из всех игр о Человеке-пауке. Именно Treyarch создавала две последние игры о Человеке-пауке — Spider-Man и Spider-Man 2. Вторая часть игры Человек-паук была первым шагом по увеличению игрового пространства и лишь слегка подошла к свободе действия уровня GTA. В третьей части вы встретите ещё больше боссов, пройдёте, а точнее промчитесь по огромной территории Нью-Йорка, прочувствуете новую боевую систему, а также киношные сцены. Игра представляет нам очень большую свободу. Вы сможете выбирать те задания, которые вам понравятся. Все десять сюжетных линий идут в игре параллельно и пересекаются в ключевых моментах. Например, как только у вас появится чёрный костюм, вы сразу сможете выполнять новые задания, рассчитанные на игру именно с этим более агрессивным и мощным костюмом. Игра поступила в продажу одновременно с премьерой фильма, 4 мая 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео с поддержкой шейдеров 3.0, уровня NVIDIA GeForce 7800 GT+, или ATI Radeon X1800+, а также 6,5 ГБ на жёстком диске. В первую очередь в игре использовали все возможности современных игровых систем, чтобы сделать геймплей более динамичным и захватывающим. Специально для нас, геймеров, был смоделирован огромный город, добавили большое количество видеовставок, врагов, а также огромное количество возможностей и разнообразия в игру. Наша оценка геймплея — 5 баллов. И эту оценку подтвердит новая боевая система, которая не оставит вас равнодушными. Благодаря современным техническим возможностям огромный город выполнен с невероятной точностью, очень подробно и качественно. Вы побываете не только на улице, но и в метро, и в канализации. А персонажи выглядят точно так же, как и в кино. Это стало возможным благодаря всё тем же современным технологиям и тесному сотрудничеству с создателями фильма. Наша оценка внешних данных также 5 баллов. Те же слова о качестве и сходстве с настоящим фильмом адресуем и озвучке игры. Работа актёров, спецэффекты, музыкальное сопровождение — всё это на высшем уровне. Наша оценка звука в игре — 5 баллов. Игра получилась очень насыщенной, интересной и действительно увлекательной. Наша общая оценка игры — 5 баллов с плюсом. «Спайдер-мен 3» вас однозначно не разочарует, ведь это целый виртуальный Манхэттен с настоящей подземкой и огромной канализационной системой. Современная очень качественная графика части города подгружается плавно. И, конечно же, неограниченная свобода. Она настолько неограничена, что вы будете использовать для перемещения стены, потолки и огромные обрывы, которые вы будете перелетать словно спайдер-мен. И если у вас с такими-то возможностями возникли проблемы с прохождением игры, тогда внимательно смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Подскажите, как сделать в тренировке второй удар? Отвечаем. Все просто. Не торопитесь атаковать врага. Нужно сделать что-то вроде ответного удара. Когда придет время, вы увидите иконку с клавишей, которую надо нажать, чтобы сделать этот ответный удар. Следующий вопрос, а точнее сразу несколько. А быстро ли летает паук? Есть несколько разных скоростей. Пятое — это уже нормас. А есть ли в игре Empire State Building? Есть! А можно ли забираться на самые высокие здания? Можно, никаких ограничений нет. Можно будет даже пролететь над городом. Следующий вопрос. А помогите завалить главаря ящера Коннорса? Сейчас поможем. Нужно вовремя и очень правильно использовать уворачивание и замедление. А когда у босса над головой фиолетовый значок, лучше вообще отбежать. Следующий вопрос. А Человек-паук может залезть на флаг и спрыгнуть с него, как в фильме? Отвечаем. Конечно, может. На создание этой игры разработчиков из World Forge вдохновил фильм «Трое». События стратегии происходят в Древней Греции. Вначале даже планировалась игра в духе Rome Total War. Однако в процессе работы создатели Спарты от этой идеи отказались и в итоге соорудили привычную РТС, снабдив ее возом занятных новинок. О них прямо сейчас. Действия Спарты происходят в 480 году до нашей эры. В тот самый драматический момент, когда коварный персидский царь Ксеркс организовал очередной военный поход против Греции. Спартанский царь Леонид, в свою очередь, собрав небольшое войско, отбывает Фермопильское ущелье, чтобы там попытаться сдержать свирепую армию персидских захватчиков. Активные боевые действия начинаются с того, что верный слуга царя Павсании на всех парах мчится к Леониду, дабы предупредить его о том, что греки не пришлют подкрепление, и спартанцам придется в одиночку сдерживать многотысячную персидскую армию. Далее мы станем свидетелями долгих воспоминаний Леонида о бурной молодости, а затем попытаемся отбить атаку персов. Авторы приготовили три кампании – за спартанцев, египтян и персов. Все они освещают одни и те же события, так что можно взглянуть на происходящее с разных точек зрения. Подход не самый оригинальный, но следить за драматическим падением спарты из разных лагерей довольно любопытно. Кроме привычных сухопутных сражений, в спарте иногда случаются и впечатляющие морские баталии. Сплошное удовольствие смотреть, как корабли обмениваются залпами из баллист, затем чинно сближаются, команды закидывают абордажные крюки и начинается бой. В случае победы корабль на законных основаниях переходит под командование игрока. Захватывать спарте можно не только корабли, но и практически любую технику. Даже клинки и щиты павших бойцов можно успешно переправлять на свою базу и вооружать ими своих воинов. Требования к игре таковы. Процессор с частотой 2,8 ГГц. Гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра «Войны древности Спарта» займет 4 ГБ. Однако главная местная достопримечательность, конечно, не сюжет, а геймплей. Дело в том, что в спарте нет заранее готовых юнитов, и каждого солдата надо конструировать самолично. На словах звучит впечатляюще, однако уже к середине игры становится понятно, что увлеченно колдовать над юнитами просто бессмысленно, ибо залог победы — тупо изучить все доступные апгрейды и тотчас вооружить армию самыми мощными щитами и топорами. Тому есть две причины. Во-первых, ресурсы тут почти бесконечны, так что можно не экономить. Во-вторых, компьютер атакует столь вяло, что вы с легкостью можете потратить час-другой на производство самых сильных солдат. Четверка за геймплей. Графика в спарте заслуживает исключительно ласковых слов. Солдаты издания отличаются высокой детализацией и очень приятной анимацией, а здешняя физика запросто может дать фору Age of Empires 3. Пять баллов за графику. Звуковое сопровождение вас также не разочарует. Фоновая музыка совсем незаметна, но тем не менее. Она задает нужный ритм и атмосферу игры. Во время боя слышно, как звенят мечи и кричат раненые воины. Пятерка за звуковое сопровождение. Несмотря на потрясающий внешний вид, геймплей напрочь лишен какой-либо интриги. Всего лишь натянутую четверку получает сегодня игра «Войны древности Спарта». К нашему большому сожалению, Спарта оказалась игрой больших, но в подавляющем случае нереализованных возможностей. Разработчики потратили внушительное количество времени и сил, чтобы прикрутить многочисленные возможности, но как-то вот не сумели сложить из них функциональный геймплей. Большинство миссий выигрывается банальной постройкой пары десятков мощных юнитов, но тем не менее вопросов по игре накопилось достаточно, и на некоторые мы прямо сейчас ответим. Вопрос. А как мне сделать всадника? Я построил конюшню, но все равно ничего не получается. Отвечаем. В конюшне вы можете заказать лошадь, а затем взять любого воина и сделать из него кавалериста. Также будьте внимательны во время боя. Если убили всадника, то лошадь можно снова оседлать. Также можно захватывать вражеских скакунов или даже слонов. Вопрос. Никак не могу захватить крепость и сломать вражеские постройки. Но что мне делать? Отвечаем. При штурме вражеских укреплений не поленитесь захватить с собой лестницы, дав тем самым возможность своим воинам забраться на стены и перебить лучников. Хотите разрушить здание? Запомните, что оно здесь не рубится мечами на куски, а, как и положено, поджигается с помощью факелов и сгорает дотла. Или не сгорает. Многое в игре зависит от капризов погоды. Дождик запросто может потушить пожар, а подувший сильный ветер перебросить пламя на соседние здания. На сегодня это все. Меня зовут Борик Ротер, это был Фак. Заходите в форум на сайте муз.тв.ру. Я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес fqsobaka.musdfustv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok